Ну а в нашей студии, как мы и обещали сегодня, солист группы Дервиши Дельмурат Бахаров и музыкант коллектива Рейнджан Хамрай. Доброе утро, Дельмурат. Доброе утро, Рейнджан. Очень приятно вас видеть, потому что ваша группа, она просто легендарная группа, которую все прекрасно знают. Ну вот не знаю, Даша, ты помнишь? Нет, все знают. Все, все знают. Да, Даша, когда приходит к нам музыкант, она говорит, а я их не знаю, вы правильно тогда еще не родилась. Ну я, конечно, при них это не говорю, я говорю, а кто это? Вас, вот я не знаю, Даша, кто не знает. Да, ну вопрос сегодняшнего дня. Как вы пережили не пандемию, а вообще карантинные миры и самоизоляцию? Для артистов, для творческих людей это же очень сложная вещь. Можно высказаться, Даша? На самом деле, ну конечно, было тяжело, но, скажем так, наверное, всему человечеству это какое-то определенное испытание упало нам всем. И поэтому, я думаю, что, наверное, после этих всех трудностей нас ждет что-то такое светлое. Будущее. Да. Ну, слава богу, все родные живы-здоровы. Это самое главное. Это самое главное, да. Это очень важно. А все остальное, я думаю, это все наработается, все это восстановится. Нет, Рижак, нет, ну вот у вас были, вот сейчас, ну не то, что модно, а просто было вынуждено, многие музыканты делали онлайн-концерты. Потому что, в принципе, киноактеры, мы раньше начали работать, мы в июне уже как бы стали сниматься активно, а вы до сих пор как бы так у вас все ограничено. Не, у нас было вот эти акции, несколько, напомню, три или четыре, целомодным какую-то песню, большим коллективом петь онлайн, да? Да, да, да. Вот. Мы участвовали в нескольких проектах, Гильмурат, я, эти видео крутили, это разные, это будет это YouTube канал или телеканал, мы участвовали. А вот эти вот онлайн-концерты, вначале пошло, у нас вроде позвали, но так как у нас коллектив очень большой, семь человек, там сказали больше трех. Не собирались. Да, так и было, на самом деле, не знаю, из-за вот этих санитарных норм. И как бы вот мы на онлайн-концерты и не пошли, потому что у нас коллектив большой очень, нельзя там везде говорить, что он с дистанцией, а тут раз такая большая толпа. Да, и мы участвовали вот в съемках вот этих онлайн-видео, видеопесен, можно сказать, да, вот так. Ну и опять же, как мы пережили, Гильмурат так, в общем, сказал же, зря не прошло. Гильмурат у нас композитор, продюсер нашей группы. На сегодняшний день за это время все сделано около четырех песен новых совершенно, очень все красивые песни. То есть зря не сидели, студия у нас там только один сидит, по одному приезжаем, что-то записать. То есть все как бы санитарно эти все соблюдены были. То есть не просто так вот тупо сидели дома, но что-то вот в творческом плане все это работало. Мы рады, что не зря у нас сейчас в багаже уже новые песни, которые в скором будущем мы покажем нашим слушателям, зрителям. Рыжан, вы сейчас вот сказали о том, что вы живете, я говорю, в социальной дистанции, а мы живем в одном доме. Как это вы сейчас как-то... Ну я имею в виду, когда мы все на студии, мы живем в одном доме. А вот я говорю, вот сейчас это вообще... А вообще, мы с Гильмуратом какие-то годы, да, в 90-е годы мы с ним жили, снимали квартиру, когда вот еще совсем молодые были, когда группа с вами, мы вместе жили. С Раимом мы знакомы еще до образования группы. А можно поподробнее? Вот правда интересно. Да, интересно, потому что молодняк многие не знают. Ну, наше знакомство, оно... Я был еще студентом, подрабатывал на свадьбах, играл на синтезаторе, Раим занимался видеосъемками, вел подобные мероприятия, там, свадьбы, юбилеи и так далее. Нет, ну да, Раим же... Раим же... Раим же вообще был засвеченное лицо, потому что это его улыбающая физиология всегда была. И на одной из мероприятий мы с ним встретились, познакомились. До этого, конечно, он еще работал в Игурском театре, звукорежиссером работал. Тогда вот первое знакомство. Да, первое знакомство тогда было, да. А вот уже более 90-х годах, это уже было такое совместное, у нас была такая команда, где мы в комплексе предоставляли услуги для... Живая команда. Ага. Ага. Игурского падьба служил. А потом уже, когда в 99-м году... У тебя были у меня много друзей, вообще, с той Игурского манера, где я знаю. А потом уже в 99-м году, когда после знакомства с Адилем, с Азизом Асимовым, с Адилем Жамбакиевым, я был участником конкурса «Жасканат». Вот, и там вот все это, как бы, наверное, судьбоносные какие-то моменты. Была песня, есть такая песня «Асады Жаркент». Она танцевальная песня. Вот, и на конкурсе, то есть я как бы особо не такой подвижный на сцене, не танцую, скажем так, да. И здесь режиссерский взгляд, ну, как бы нам сказал, нужно какую-то делать постановку. На тот момент мы знакомы с Раимом, и Адиль знает его, и Азиз знает его. Вот, мы говорим, слушай, давай Раима потянем. Вот, потянули Раима, одели его, он колоритный, одели ему национальный, это дали ему дойру. И пригласили нашего старшего брата, уважаемого Тахиржан Баратов, который нам сделал, да, он сам болитпейский профессиональный. И тоже, как третий участник этого номера, вот сделали такую небольшую сценку танцевальную. Стрельнуло? Да. И таким образом Раим вышел на сцену вместе на Жасканате. А после Жасканата уже, это вот 99-й год, опять же, судьбоносный, уже мы уже официально объявили, что мы создаем группу Дервиша, и на Ази-Доусы был официальный выход уже как Дервиша. Подали заявку на Ази-Доусы, прошли? Жасканат это был, я просто как Димурат Бахаров, как композитор, исполнитель, а июль месяц 99-го это уже был Дервиш. То есть вам больше 20 лет? Уже 21-й пошел. Ага, но это официально, да, вот сама группа? И как раз в то время мы, он-то, я тоже по квартирам, он по общительным квартирам, мы в то время решили пожить вместе, два года снимали квартиру, мы же начали получать бешеные деньги, 100 долларов в месяц, так что разгуляться можно было. Было на что, да? Да, вот уже коллектив 21 год, в прошлом году, именно вот ровно год назад, в октябре месяце, мы провели юбилейный концерт, очень такой обширный был проект с участием очень многих именитых наших артистов, которые поддержали, нам пришли поздравить. Все это было в телеверсии, уже показали. Вот. И также продолжаем работать, несмотря ни на какие пандемии. Не знаете, ребят, мне, честно говоря, мне очень приятно видеть вас сегодня на студии, потому что вот мы сейчас занимаемся тем, что приглашаем те группы, которые звучали 20 лет назад, 25 лет назад. Вот буквально недавно у нас, буквально недели 3-4 назад у нас были в гостях группа Уркер. Ваши друзья, наши друзья, да, которые мы... Многие молодые, как бы их так и не помним. Ну, не то, что молодые, юные, да? И поэтому мы напомнили о том, что замечательная группа Уркер. Мы сегодня напоминаем то, что замечательная есть группа первейшая. Вот к этому, к моему представлению. Что вы делаете, какие-нибудь осваиваете новые тренды, модные, для того, чтобы молодая аудитория, юная аудитория была к вам ближе? Вообще, мы изначально... Вообще, вот наша музыка, наше творчество, даже с самого начала нашей деятельности, нашу музыку слушали и дети, и юношеский возраст, да, и старшее поколение. Я, как композитор, ну, скажу честно, я не гоняюсь за какими-то модными тенденциями, да. Вот для меня очень важно, чтобы... Тот материал, те песни, которые мы пишем, чтобы они были актуальны не только сегодня, они были актуальны через несколько десятилетий. Что, в принципе, то, что мы делали 10 лет назад, 15 лет назад, до самого начала, оно до сих пор сегодня как бы актуально и слушает. Конечно, мы, если смотреть с технической стороны, там, звучание, там, и так далее, да, конечно, мы здесь идем в ногу со временем, но все, что касается, там, каких-то, ну, таких, прям, что-то глобальных, каких-то изменений в творчестве, ну, я это не рассматриваю пока. Вот. Но экспериментальные какие-то работы есть, они были. Есть альбом-ремикс, где мы отдали это диджеям. Диньвурат, я прошу прощения, мы сейчас вот о новых тенденциях, о новых песнях, о новых ремиксах говорим чуть позже, а сейчас у нас реклама. Доброе утро. Я еще раз напоминаю, что у нас в гостях знаменитая группа Дервиши. Ребята, еще раз доброе утро. Вот мы сейчас восстановили свой разговор по поводу новых тенденций в музыке. Вот вы говорили о том, что у вас какие-то там новые какие-то… Экспериментальные варианты. Да, экспериментальные варианты были, они и есть. Это если… Я сейчас о джазовом альбоме, это был 2013 год, совместно с Виктором Хоменковым, известным музыкантом, все мы его знаем, вот, с его командой мы сделали такой «Oriental Express», называется альбом этнический, с использованием народных инструментов, ну и также его бэнд. И уникальность этого альбома в том, что были авторские, именно взятые песни из разных альбомов, из нашего творчества. Вот, это один эксперимент. Второй был, мы здесь уже отдали в 16-м году молодым ребятам-диджеям, которые захотели сделать ремиксы, и мы тоже выборочно дали им песни, сделали такой альбом. Вот, но в целом я сам лично придерживаюсь, как бы, своей, скажем так, такой четкой линии, пишу, слушаю разную музыку, изучаю творчество других жанров. То есть, даже если мне это не нравится, а нравится, например, слушателю, то я хочу просто понять, что им нравится здесь, да, например. То есть, для себя такой небольшой анализ. Но это не говорит о том, что это как-то оно будет влиять на стилистику нашей музыки. Ну, даже стилистика остается, неизбенно. Димурат, ну, хорошо, Димурат, Римжан, ну, у вас, как у всех мужчин, есть дети. Ваши дети достигнутого возраста, когда говорят, «Папа, может быть, ты начнешь играть какую-нибудь другую, новую музыку, более современную, что-нибудь такое, нет таких предложений». Во-первых, сколько детей и сколько им лет. У меня сын, ему два с половиной года, я довольно-таки поздний папа. Но уже сейчас он уже откровенно проявляет музыкальные какие-то качества свои. Пристрастие. Да, он уже знает, в каком месте что будет происходить, в какой песне. Он подготавливает меня, вот сейчас слушать, сейчас будет вот это, вот сейчас ты должен объявить меня, там, как-то вот мы с ним уже находим общий язык, вот. Вот здесь уже сразу проявляется это. А все, что касается вот то, что там модное, там, ну, пока еще нет. Он еще до этого не до сих пор. Я думаю, вот конкретно в вашей группе, как в целом и всем легендарным, я вас отношу вот к этой категории легендарных уже групп, вам не нужно что-то дополнительно делать, вас всегда будут слушать, потому что все, что вы делаете, вы делаете это, в первую очередь, от души профессионально. Да, я считаю, что вот в наших песнях вот это вот состояние отношения к жизни, состояние, вот оно чувствуется, почему? Потому что многие, мне часто задают такой вопрос, и я всегда отвечаю на это, что, во-первых, все, что нас окружает, это любовь, это любовь к любимому человеку, любовь к родине, к родителям, близким людям, да. Соответственно, и песни, которые я пытаюсь создавать... Они все добрые. Да, они все носят такой позитивный характер, и поэтому, как бы, моя цель, вот как композитора именно, чтобы эти песни, они долго жили, и оно потом, сами слушатели это и говорят, и в комментариях читают, что это чувствуется в сами песни. Димур, к сожалению, я вынужден вас прервать, потому что у нас немного ограниченное время. Мы бы хотели бы узнать, на ближайшее время, какие у вас планы, творческие планы, где-то, может быть, концерты какие-то есть? Даже не планы, а концерты. Где вас найти? Где можно будет вас видеть? Насчет концертов я сейчас не могу сказать, потому что сами знаете, какая сейчас ситуация. Но в данном случае сейчас идет активная работа над созданием альбома, который уже практически 50-60% написан. То есть сейчас я двигаюсь именно в этом направлении. Естественно, мы сейчас возобновим репетиции, ребята будут заново все это вспоминать. Ну здорово, все возвращается. То есть работа идет, ничего не осталось. Ну будем надеяться, ребят, что у вас все будет хорошо, потому что карантин когда-нибудь кончается, карантин, наверное, когда-нибудь кончится. Я надеюсь, что в 2021 году будет все отлично. Спасибо. Все будет хорошо. Спасибо большое. Ну а нам уже пришло время прощаться. До завтра. Пока-пока. Пока.